Всем привет! Вы смотрите Russian with Dasha, канал для тех, кто изучает русский как иностранный. Транскрипции на Патреоне, все новости в моей группе в Телеграме. Я сейчас на даче, и сегодня мы собираемся поехать на озеро. Во-первых, давайте я покажу вам, что мне нужно для того, чтобы поехать на озеро. Какие вещи я беру с собой? Я их здесь уже красиво разложила, на этой маленькой скамейке. Во-первых, я беру с собой сумку, она большая, очень удобная, с длинными ручками. Эту сумку я купила у своего друга, который живёт в Австралии. Это его рисунок, его иллюстрация. Во-вторых, мне нужен коврик для пикника. Можно также назвать это подстилкой для пикника, чтобы лежать на ней, отдыхать. Хорошо, что у неё есть непромокаемый внутренний слой. Если песок или земля влажные, то будет всё равно комфортно лежать. Также я беру старое полотенце, можно сказать пляжное полотенце, но это не пляжное, а обычное полотенце. Салфетки. Это влажные салфетки для того, чтобы вытирать руки перед едой и после еды. Мы берём с собой выпечку, продукты, чтобы перекусить, поэтому мне нужны салфетки. Маска для плавания. Мой муж любит нырять, плавать под водой, поэтому он берёт с собой маску. Можно взять очки для плавания, но у нас очков нет. Панамка. Чтобы защитить голову от солнечных лучей и не получить солнечный удар. Расческа. И я также беру с собой кофту на случай, если там холодный ветер, чтобы не замёрзнуть, чтобы мне было комфортно. Вчера мы ездили на Финский залив, и там был очень холодный, даже можно сказать ледяной ветер, поэтому я не купалась. Вода была комфортной температуры, но из-за ветра было немного холодно. И пока я здесь покажу вам цветы. Смотрите, какие шикарные красно-розовые, красно-бордовые розы. Вот здесь тоже очень красивые красные розы. И здесь большая клумба, цветочная клумба. У нас уже созрели яблоки. Есть чёрная смородина. Можно собирать, замораживать или готовить варенье. Из яблок мы обычно делаем сидр. И вот на том дереве, на той яблоне уже большие сладкие яблоки. Поэтому, я думаю, завтра мы их будем собирать и делать из них сок для сидра. Здесь красивые цветы. Ну что, я буду собираться. Сейчас мы заедем в магазин по дороге к озеру, чтобы купить воду и какую-нибудь выпечку. И дальше я буду показывать вам всё, что меня окружает. Поехали! Мы приехали в посёлок. Набрали разных булок. Идём сейчас покупать арбуз и дыню. Здесь такой небольшой рынок. Можно купить разную одежду, цветы для дачи. Вот овощной киоск. А, Никита, она с чёрной... она с чёрным бочком. Это нормально? Хорошая? Хорошая? Хорошо. Сливы, груши, виноград, нектарины, персики, мандарины, гранат, виноград, дыня, помидоры, ещё дыня. Там арбуз. На этой площади много магазинов. Можно купить свежее мясо, приготовить шашлык или барбекю. Дальше у нас универмаг. Там супермаркет Магнит. Жёлтое-белое. Это пивной магазин. Славянка. Это продуктовый магазин. Там также можно купить цветы. Муравей. Магазин хозяйственных товаров. Зашли в супермаркет замороженным. Взяли радугу и, как раньше, это эскимо, ванильный пломбир с мягкой карамелью в шоколадной глазури и с арахисом. Вот это мороженое, кстати, интересный факт, его даже хотели запретить. Как вы думаете, почему? Ну, конечно, потому что оно радужного цвета. Но не запретили. Ура! Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Мы приехали на Копанское озеро. Здесь уже стоят палатки, несколько машин. Отдыхающие приехали с детьми. Разложили нашу подстилку, наш коврик. Никита сейчас пойдёт в воду. Давай, заходи. Только не говори мне потом, что ты не хотел быть в видео. Ну как, водичка? Тёплая? Прекрасная погода. Небо голубое, облачка. Никита побежал дальше. Здесь всё ещё мелко, то есть нужно зайти далеко, чтобы было хотя бы по пояс. Сейчас дойдёт до другого берега, мне кажется. Да, я забыла сказать. Я, конечно же, взяла с собой купальник. Я его уже надела. И сейчас тоже залезу в воду. Чтобы не намочить волосы, я собрала их в хвост. Сейчас тоже вхожу в воду. Я в этом году в Петербурге плавала только один раз. Мы ездили на Щучье озеро, которое находится недалеко от Комарова, рядом с Финским заливом. До этого я только купалась в Турции. В детстве я очень хорошо плавала. Мама отдала меня в секцию по плаванию, когда мне было, по-моему, 6 лет. Сейчас я не люблю нырять. Вообще не люблю плавать под водой, не люблю мочить волосы. Хотя мне нравится плавать с маской. Наблюдать за рыбами, рассматривать подводный мир. Я приближаюсь к Никите. Ну как? Что делаешь? Ползёшь. Озеро довольно большое, но так как оно мелкое, вода хорошо прогревается. Тебе надо было маску взять? Ну да. Рыба плавает здесь. Рыба плавает? Да. Крупная? Да. Покажи, какого размера примерно. Ну, такая вот была точно. С ладонь? С ладонь. Даже больше. Ну пока что я рыбу не вижу. Ну тут тепло, кстати, да? Да, вода теплее. Потому что здесь атомная станция рядом. Хорошо. Да, мелкое озеро. Покрытое. Видишь, песок когда поднимаешь, он не подплывает. Ага. Я поплавала и решила перекусить. Взяла в пекарне булочку с абрикосом и нежной сливочной начинкой. Сейчас попробую. Ммм, очень вкусно. Выпечка отменная. Через час после нас приехал брат моего мужа, привёз детей, зонтик, сабборд. Мы надули его и немного покатались. Было очень весело. И сейчас я уже приехала обратно на дачу. Мы планируем приготовить мясо на гриле. Сегодня отличный день. Дождя вообще не было. В основном хорошо и солнечно. Кстати, когда я паковала вещи, я совершенно забыла взять с собой SPF-крем. Солнцезащитный крем. Не забывайте об этом. Я не обгорела, чуть-чуть загорела, но я также сидела в тени некоторое время. Если всё время сидеть на солнце, можно получить солнечный удар, если быть без головного убора, а также можно обгореть. Кожа становится красной и потом к ней больно прикасаться. Хочу показать вам яблоню. Вот смотрите, какие уже большие плоды. Кстати, не знаю, в курсе вы или нет, правительство Российской Федерации начало блокировать YouTube. Это значит, что в течение последних трёх недель видео очень сильно тормозили при загрузке. Например, можно было посмотреть две минуты видео, потом появлялось колёсико, spinning wheel по-английски. И видео останавливалось. Иногда работало хорошо, иногда хуже. И говорят, что сегодня полностью заблокировали YouTube. Стараюсь не углубляться в чтение новостей, потому что новости, как всегда, ужасные. Но одна хорошая новость. Не знаю, смотрите ли вы Олимпиаду. Екатерина Антропова, дочь моей подруги, моей бывшей руководительницы, вошла в сборную Италии по волейболу. И скоро у них будет матч США за бронзовую медаль. Катя молодец. Кстати, интервью с её мамой есть у меня на канале. Мы поговорили о том, как вырастить спортсмена и каким было их впечатление после переезда в Италию. Так что ссылка в углу экрана. Смотрите, пожалуйста. Я подхожу к пчелиным ульям. Это наша пасека. Видео про пасеку у меня тоже уже есть. Обязательно переходите по ссылке. Да, надеюсь, что YouTube всё-таки будет работать. Всем желаю прекрасного вечера. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»